У Ульяновского автозавода новые акционеры. Напомним, компания Солерс Групп продала почти 77% акций компании Альтер Инвест, основанной менеджментом концерна. С новыми акционерами встретился губернатор Алексей Русских. Для главы региона провели экскурсию по производственным площадям и заверили, несмотря на сложные сейчас времена, сокращений на заводе не было. В целом, по данным автостата, по первому полугодию авторынок России упал на 52%. Мы по первому полугодию идем со вставанием 35%, то есть практически на 20% выше рынка, лучший рынок. Это объективная картина. Единственный завод, еще раз это громкогласно могу сказать, единственный завод, который не останавливался, работал 5 дней в неделю, все свои обязательства выполнял, корректировка объема была, исходя из реалий той ситуации, в которой мы находимся. Из-за западных санкций сразу несколько крупных иностранных поставщиков прекратили работу с автозаводом. Из-за этого весной были проблемы с блоками управления двигателями, подушками безопасности и гидроагрегаторами. Теперь, как отмечают на УАЗе, все в прошлом. Компания нашла новых поставщиков из России и дружественных стран. На данный момент на заводе трудится почти 5,5 тысяч человек. Открыто еще 300 вакансий. Средняя зарплата рабочих – 33 тысячи рублей. Губернатор отметил, УАЗ может рассчитывать на участие в программе релокации трудовых ресурсов, на которую выделены средства из областного бюджета. Пожелать успехов в это сложное время. Найти решения и запасные варианты поставок. Мы с своей стороны будем всяческую поддержку оказывать. Позже посетили и соседа автозавода – компанию «Автодом», где производят спецавтомобили на базе УАЗ. Здесь по программе Минпромторга укомплектовывают школьные автобусы, автолавки, машины скорой помощи, спецавто для дежурной части. Сейчас в строй введен новый корпус. Задача – это три конвейерных линии, которые позволяют делать три разные модели. Данное производство способно в сутки делать 45 автомобилей, разные модификации. Сравнительно молодое предприятие уже успешно зарекомендовало себя на рынке. А УАЗики спецназначения курсируют теперь по городам не только России, но и зарубежья. Средняя зарплата сотрудников – 52 тысячи рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.